Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем с вами изучение курса по программированию микроконтроллеров STM32. Изучаем мы сегодня USART, вернее продолжаем его изучать и программируем мы его также с помощью библиотеки Hall. В этот раз я расскажу вам, как можно использовать DMA в интерфейсе USART. Ну, кратко о DMA немножко, конечно, я тоже вам расскажу. Я думаю, многие знают. Ну, кто не знает, DMA – это Direct Memory Access, то есть прямой доступ к памяти. В общем-то, например, существует два какие-то устройства. Один из них – микроконтроллер, у него есть арифметическо-логическое устройство. И он, например, какие-то данные с какой-то определённой памяти передаёт какой-то периферии её памяти с помощью регистров. Сначала он каждый байт или каждые два там байта загоняет себе в регистр, потом пересылает на устройство и так далее. То есть, это не совсем хорошо с точки зрения скорости и здравого смысла. Поэтому и существует DMA и приходит оно к нам на помощь с вами. Конечно, если объёмы небольшие, то DMA не нужно, а если уже объёмы касаются там нескольких килобайт, мегабайт, то уже без DMA, как правило, нигде и не обходится. Оно много где требуется. Оно в компьютерных технологиях требуется, как я и говорил на прошлом занятии. Особенно, например, подключение каких-то носителей информации не обходится никогда без DMA, без UltraDMA и прочих разных DMA. То есть, как включить DMA теперь нам в нашем микроконтроллере, в нашей программке. Вот. Ну, во-первых, DMA, оно существует, конечно, не только в USART, вернее не существует, а используется во многих других случаях, во многих других интерфейсах. Ну, сегодня мы занимаемся USART, поэтому мы именно DMA и будем использовать в рамках USART. Вот такой проект у нас был, как вы помните, на позапрошлом занятии USART transmit. Мы занимались передачей данных с помощью USART. Вот я приделал к нему такой префикс DMA, создал его из одноимённого вот такого вот проекта USART transmit. И сейчас мы попробуем подключить с вами DMA. Ну, не без помощи нашего клуба. Ну, как вы помните, на позапрошлом занятии мы ещё пытались с вами подключать СТС и РТС аппаратный контроль. Ну, в принципе, это не тема нашего занятия, поэтому мы их давайте отключим. Они нам не потребуются. Вот у нас сегодня остались только USART2TX и USART2RX. В общем-то, Clock Configuration мы ничего здесь не трогаем с вами. Нам скорость DMA не важна. В общем-то, заходим сюда. Ну, заходим сначала вот сюда в UART2. На всякий случай здесь тоже включим прерывание. Затем мы идём в DMA. DMA у нас один, соответственно. Добавляем. Вот. И так как мы будем данные передавать, мы выбираем TX. Ну, и все потоки и всё остальное Кьюб выберет за нас. Ну, сейчас я немножко расскажу и про потоки, конечно, и про каналы. Вот. В DMA существует несколько каналов и в первом и во втором, в общем-то, и несколько потоков, то есть. И если нам заглянуть в даташит, то здесь вот в reference manual всё это расписано. Какой, например, канал и какой поток каким DMA управляют. То есть мы можем подключить DMA сразу в несколько интерфейсов и спокойно его использовать. Например, вот UART4RX у нас управляется каналом четвёртым, потоком вторым. И не факт, что он ещё не может чем-то управляться. То есть он может повторяться спокойно. Потому что тут вот ещё есть продолжение. Вот. У нас с вами UART2TX, поэтому у нас стрим шестой поток, канал четвёртый. То есть если бы не было куба, нам это всё дело нужно было бы смотреть и самим настраивать. Но так как есть кьюб, он нам в этом поможет. Вот практически уже помог. Вот такой существует ещё режим normal и circle. Circle – это когда мы в общем-то с вами заполнили память DMA, отведённую каким-то данными и интерфейс начнёт циклично их передавать. То есть без остановки. Это нужно может быть для формирования каких-нибудь там генерируемых импульсов определённой какой-то, изощрённой структурки. Ну, нам не нужно. Мы выбираем нормал. То есть передаём мы однократно, затем передаём повторно. Ну, передавать будем таким нормальным объёмом. Например, в данном случае по 20 байт будем пробовать. Здесь вот можно выбрать 1 байт, 2 байта, 4 байта. Вот. Ну, мы будем использовать единицу данных байт. Ну, вот здесь у нас инкремент адрес. То есть в перифирии у нас не будет адреса инкрементироваться, добавляться. То есть наш переходник USART он будет в себя принимать и передавать на компьютер. А затем опять же будет туда же и принимать. То есть адрес у периферии не меняется. Мы не будем последовательно передавать по очереди в несколько переходников USART. У нас только один. А memory, конечно, адрес будет инкрементироваться само собой. То есть мы с одного адрес берём данные и затем последовательный адрес наращиваем, чтобы нам одни и те же данные один и тот же байт не передавать. Нажмём применить. А, ну, TMA у нас так и так включились прерывания. Отлично. Ну, давайте сгенерируем проект и посмотрим, что у нас и где получилось. Вот у нас проект. Давайте его сразу соберём, F7 нажмём. Я думаю, он соберётся. У нас библиотека для дисплея здесь не подключена. Хотя дисплея отключать не будут, так как мы сразу сегодня займёмся и приёмом данных. Вот mainc. Ну и здесь мы, в общем-то, тут ничего не меняем. Ну, вот тут вот для красоты напишем USART transmit DMA. Теперь нам нужна будет функция для DMA. Потому что вот это вот у нас обычный transmit. Это не с помощью DMA. Но мы можем сделать вот так. Пройти вот сюда вот и взять вот, например, вот такой. Вот это и будет наш DMA. То есть по параметрам здесь почти то же самое. Единственное, мы здесь тайм-аут не указываем. Он нам не нужен. Потому что мы используем прерывание уже. Уберём отсюда тайм-аут. И здесь вот, чтобы нам не считать постоянно, сколько у нас символов вот в этой вот строке, мы можем использовать функцию общеизвестную и общедоступную sizeof str –1. Почему-то нам подчёркивает здесь. А, ну потому что мы не ту функцию используем. Вот. Теперь никто нам больше ничего не подчёркивает. Ну попробуем собрать. Вот у нас проект собрался. Давайте прошьём контроллер. Reset пока не жмём. Давайте посмотрим схемку нашу. Вот. Схемка в принципе не изменилась. Как я и сказал, я дисплей отключать не стал. В общем-то смысла нет. Давайте нажмём Reset. Вот у нас даже дисплей не погас. Здесь жмём Connect и у нас побежала строка, то есть ДМА у нас работает. В принципе, много-то телодвижений не пришлось и делать. Поэтому я и говорю, мы сегодня пройдём с вами также и приём. Немножко поднатужимся и всё-таки пройдём. Может быть видео немножко будет подлиннее. Ну я сделаю там тайм-коды. И в принципе кому откуда нужно, тот оттуда и будет смотреть. Вот. Закрываем этот проект. Он нам уже не подходит. Потому как проект для приёма я сделал из проекта для приёма. Таким же самым способом. То есть… Ну и давайте ещё раз покажу, как подключен дисплей. Дисплей подключен у нас вот так. Вот собственно запускаем Cube и приблизительно таким же способом настраиваем. Ну там немножко будет отличия. Нам CTX и RTX, во-первых, отключать будет не нужно. Вот. Зайдём-ка. Включим. А, у нас уже на приём-то были включены. Прерывание. Вот. Зайдём в DMA. Опять же добавляем. Только выбираем RX и у нас уже стрим пятый. Ну давайте посмотрим по дата-шиту и поищем. Вот он. Usart 2 RX. Ну нам Cube не пишет, какой канал. Но в принципе если покопаться в настройках, в проекте, который нам сгенерирует Cube, то это всё без труда можно найти. То есть… Здесь опять же мы ничего не трогаем. Оставляем Normal. Память инкрементируем. Периферию не инкрементируем. То есть будем передавать из периферии и передавать будем данные мы только с одного переходника. Ну да. Usart USB или как называют TTL USB или USB TTL. Генерируем проект. Давайте соберём. Но пока собирается. Можно уже нам в принципе подключить сюда… Нет. Подключить не можно. Можно пока просто main открыть, но подключить нам нужно. Как вы помните, файлик lcd.c сам по себе не подключается. Поэтому были у нас и эроры. Теперь по идее они должны пропасть. Вот они пропали эти все эроры. Заходим в mainc. И вот здесь вот мы вместо 9 сделаем 21. Немножко подлиннее будем строчку передавать. То есть мы будем с вами использовать 20 символов в строке. Тем самым заполнять будем полностью строку дисплея, так как у нас строки по 20 символов. У кого дисплей 16 символов, может заполнять 16 или 32 символа. А 21 – это для конечного нуля на всякий случай, вообщем-то. Теперь опять же функция. Вот она функция у нас. Вот тут вот мы найдём вот такую функцию. И точь-в-точь те же самые там будут параметры. Мы только с вами меняем наименование функции и всё. Ну, соответственно, конечно, вот здесь вот 20. Вот здесь вот по индексу 20 ставит 0. Как известно, это 21 будет байт. И отображаем строку на дисплее. Вот здесь вот то же самое у нас. То же самое делаем DMA. Вот таким вот образом. Ну и, соответственно, здесь также 20. Вот, значит, что теперь? Можно, в принципе, пока попробовать нам, конечно. Тогда мы соберём, прошьём. Вот, контроллер прошит. И опять же, как на прошлом занятии, мы сегодня приблизим дисплеечек и отправим его в уголок. И пусть он там себе сидит. Нажмём пока резет. Вот. Ну, раз у нас в том уголке будет дисплей, ну, хотя он нам не помешает. Вот. Попробуем-ка мы раз, два, три. Вот. Передадим мы вот такую строчку. А, надо connect, конечно. Вот у нас строчка отобразилась на дисплее, но в конце буквы G – это ещё от старой строки. И давайте ещё раз её же передадим. Всё, у нас дисплей заполнился. Можно попробовать наоборот. Вот как. Всё, у нас изменились показания дисплея с вами. Но так нам не интересно. То есть, у нас вот это вот с вами условие, оно не работает. То есть, мы не чувствуем, что мы ещё не передали 20 символов и что нам их ещё не пора отображать. Всё это из-за того, что RXX FairCount теперь всегда в нуле и оно никак не декрементируется и никак не меняется, потому что это такая фишка использования ДМА. У неё свои счётчики у данного интерфейса. Вот поэтому здесь немножко будет по-другому. Давайте мы… Ну, в принципе, пусть он остаётся, это ничего такого. Вот тут на помощь нам, скорее всего, придёт дебаггер. Вот найдём мы сейчас прерывание. У нас есть прерывание просто от USART, а есть отдельное прерывание, вот, от Stream 5, DMA 1. И вот сюда вот мы поставим с вами точку останова и начнём шагать. Вот так прошиваем контроллер. Давно мы уже таким образом его не прошивали. Запускаем проект. Заходим в терминал. Давайте попробуем передать до 9. Вот у нас всё передалось и вот здесь вот отобразилось. Но как только мы 10 байт с вами начнём передавать, мы увидим, что мы вылетаем вот сюда в прерывание. Почему-то не 20, а 10. Ну, давайте дальше исследовать этот вопрос. Вопрос очень интересный. Вот таким образом мы заходим в этот обработчик этого прерывания и шагаем, шагаем, шагаем. Мы пока шагаем, нам нужно будет с вами отслеживать один параметр. В общем-то… Так, View. Watch Windows. Вот сюда мы напишем его. Ну, он у нас там… Ну, можно вот такой взять. Вот этот. Вот. А здесь у нас вот такой. Но это, в принципе, одно и то же. Это указатель на тот же самый параметр. То есть, мы сейчас немножко вот так приподнимемся. Здесь вот раздвинемся. Увидим, что это всё один в один. То есть, мы можем любой из них отслеживать. Вот. Откроем-ка мы блокнотик и сюда будем записывать один из параметров. Параметр нам вот этот нужен. Будет State. Вот давайте тот, какой был пока параметр, потому что он у нас сейчас изменится. Вот. И теперь шагаем дальше и ждём изменений данного параметра. Вот это вот. Вот он. Он у нас стал теперь вот каким. Почему-то… А, ну здесь мы ж его теперь не видим, потому что мы ушли из того файла. Мы теперь видим вот этот с вами, вот эту структурку. Вот теперь вот так он у нас называется. Ну, как видим мы из его Define, что это у нас передалась в данный момент половинка памяти. То есть, вот они наши 10 байт. Ну, давайте дальше будем шагать. Давайте ещё передадим что-то. 7, 8, 9. Вот так. Например, ещё 9 байт. Вот. По всей видимости, мы ещё не… Мы ещё с вами шагаем. Нужно дальше запустить нам. Вот они. Отобразились наши теперь символы. Вот. А давайте передадим теперь ещё один символ. И тут же мы опять попадаем с вами в прерывание. И опять шагаем аналогичным образом. Заходим в функцию и следим вот за этим вот статусом. Пока он у нас тот же. Он не меняется. Следим пока он у нас не изменится. Вот тут идёт он по разным условиям, пока он… Наш код ни одному из условий не отвечает. Вот теперь он куда-то у нас зашёл. Вот. У нас теперь сменился. Вот на такой статус. Запишем его сюда. Вот такой вот статус под номером 11 шестнадцатиречным называется HullDMAStateReadyMem0. То есть этот статус гласит о том, что память в DMA заполнилась полностью и она считана. Вот. Вот этот вот нам будет и нужно. Запускаем дальше. Можно, в принципе, из отладчика уходить. То есть всё мы поняли. Теперь остаётся нам лишь только подправить MainC. Вот. Вместо вот этих вот faircount'ов мы с вами и заносим сюда DMA-шный handle. Вот он. Вот точка State. Ну и вот здесь вот мы как раз-то и поставим с вами вот такое вот значение. Можно просто 0.11 написать, но мы напишем вот так для наглядности. Вот. Как только вот такой вот будет у нас флаг, то мы и попадаем с вами вот сюда и будем тогда только отображать строку. Пока у нас, то есть строка не будет набрана в потоке, мы её отображать с вами не будем. Вот. Но это не всё. В конце нам необходимо будет данный флаг сбросить. Вот на такой. Иначе он сам по себе не сбросится. Всё. Прошиваем и пытаемся дальше в терминале что-то набрать. Но это у нас из-за того, что нужно нажать Reset, потому что код у нас не прошит. Вот. Теперь всё нормально. Тут можно очистить. Ну и давайте точно также. Вот я 9. У нас на дисплее, как видно, ничего нету. Ещё давайте 9. Пока ничего нету. Мы ввели 18 символов. Давайте ещё один. Опять ничего нету. И ещё один вводим. И, как видим, у нас дисплей с вами заполнился. Ну давайте попробуем теперь по алфавиту, например, сразу 20 символов. Вот так. Как мы видим, символы пироги появились. Ну, можно опять проверить. Что-то я сбился. Вот вроде так. Вот. Всё у нас здесь отображается. Ну, вот такие вот у нас сегодня пироги. Сегодня мы с вами изучили, как использовать ДМА именно в интерфейсе USART. Ну, забегая вперёд, я вам скажу, что в принципе ДМА в любом случае приблизительно таким вот образом и используется. То есть, ну, конечно, мы там будем и другие с вами кое-какие флаги просматривать. Может быть, коснёмся и регистров каких-то ДМА. Всё это очень интересно. Так что не бросайте канал, смотрите. Я постараюсь для вас записывать видео как можно интересней, чтобы программирование не было скучным. Кому понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы знать, когда выходит очередное видео. Также я о своих видео в последнее время сообщаю заранее в социальных сетях, поэтому вступайте в группы ВКонтакте, в Одноклассники, в Facebook и следите там за новостями. Также там есть темки, в которых можно обсуждать вопросы программирования микроконтроллеров и в принципе любые другие технические вопросы по микроконтроллерам, по вообще программированию. Ну, ещё раз повторяю, кому понравился ролик, ставьте лайки, пишите комментарии в группах здесь в YouTube. Всем пока. Спасибо за внимание. Всего доброго.